Ребят, всем привет! И у нас в сегодняшнем обзоре будет механическая клавиатура Motospeed SK104. Это игровая клавиатура с FGB подсветкой, которая может меняться по вашему вкусу. 104 клавиши, но правда все они только на английском языке. Итак, Motospeed, инструкция, мануал. И здесь мы можем сразу же переориентировать FN, плюс это CD, почта. То есть это квик-клавиши, быстрые клавиши для доступа к различным функциям и запуску различных приложений. Вот здесь внизу приятно удивлен, что расположен такой вот а-ля ключик для вытаскивания клавиш для очистки. Чтобы не просто там пальцами выковыривать, а доставать с помощью этого ключика. Сейчас я вам покажу, продемонстрирую, как это. То есть вот зацепили, зацепили, я сказал, вот зацепили и вытащили. Синенький у нас здесь клик-клак стоит, светло-синенький. На нашей механической кнопке написано OU-TE-MU. То есть не знаю, китайский ноунейм какой-то. Но у меня подобная клавиатура, даже не подобная, а такая же. Я ее уже использую где-то около больше года. Никаких вообще проблем нет. И, ребят, я был не прав. Не прав почему? Потому что здесь присутствует гравировка русских символов. Посмотрите, я че-синбуржу фыва про ЛДЖ-Э. То есть вот в этом, ребятам, респект то, что они это сделали. Так, сама клавиатура имеет размеры у нас 128 миллиметров и 437 миллиметров ширина ее. Вес где-то в районе 700 грамм. Достаточно тяжелая. Алюминиевая вот здесь вот подложечка у нас идет. Ну и шнур к 1,4 метра. Присутствуют такие вот ушки. И смотрите, плюс в том, что даже на них есть антискользящее покрытие. Такая вот наклеечка, как и здесь, так и здесь. И достаточно оно нормально стоит на столе, на поверхности. И видите, сдвинуть ее вообще практически невозможно. Ну и даже если мы их уберем для любителей, в принципе, за счет нижних, ну немножко, конечно, проще можно сдвинуть. Но за счет того, что сама клавиатура имеет тоже наклон. Все-таки наклон небольшой, но присутствует. Минус этот клавиатур какой? Основной минус это, конечно, щелканье. То есть они достаточно громкие, но в то же время вы слышите, как кнопка отработала или нет. То есть при наборе текста нету никаких проблем. И быстрее набирается текст. Ну как у меня, мне так кажется. Кроме этого, посмотрите, присутствует кнопочка FN и различные ее вариации. То есть FN, F1, это будет у нас не знаю что. Это будет FN выключить меньше звук, громче звук, выключить музыка назад, музыка вперед, стоп, пауза, вернее пауза, play, стоп, почта, home, мой компьютер, калькулятор и питание. То есть это уже запрограммировано. M1, M2, MR, это различные функции подсветки. Яркость больше, яркость меньше. А это еще лампочки? Не знаю, сейчас посмотрим вместе с вами. Ну радует то, что здесь даже присутствует буква Y. То есть вот в этом, ребята, молодцы сделали. То есть гравировку не надо никакую делать, не надо никакие пахабные наклейки клеить. Так что в принципе MotoSpeed делает все на уровне. Подключение через USB 2.0 без всяких драйверов. Сейчас должна установиться. Вот клавиатура, которой, наверное, уже полтора года точно. То есть посмотрите, ничего не стерлось. Да, только запачкалось, понятное дело. Ну и, соответственно, плюс еще механической клавиатуры в том, что меньше грязи, так сказать. Можно легко вытащить все вот эти кнопки, банально протереть салфеткой, вставить обратно. А можно их вообще ничего не делать, как и я. В принципе, ну да, вот присутствует грязь. Но если мы даже перевернем, постучим, то практически ничего не выпадает, потому что кнопочки расположены не в таких специальных, грубо говоря, ячейках, а они все вот так вот наверху, без всяких впадин и прочего. Вот старая, вот новая. Вы спросите, зачем же я это меняю? Ну, потому что, ребят, честно, я не хочу наклейки на клавиатуре. Во-первых, они скроют вот эти вот светящиеся наши буквы, цифры. Ну, потому что я, бывает, работаю ночью и не хочу лишнего света. Просто без подсветка мне нужна. А у меня уже ребенок стал общаться в всяких Майнкрафтах и прочих, и ему нужна русская раскладка. Вот, настройка Gaming K8 появилась. Автоматически должны были подхватиться драйвера. То есть, вот сразу после подключения и можно печатать, да, достаточно громко. Переключим язык. Ну, то есть, никаких вообще проблем. Относительно световых режимов. То есть, вот мы берем FN и нажимаем M1 и выбираем различные световые режимы. То есть, вот сейчас вот такая вот радуга, и мы можем ее ускорить. Вот, посмотрите, я нажимаю ее в FN и вправо я ее ускоряю, либо же замедляю. Вот так вот. Либо же опять FN M1. И это у нас уже конкретный цвет. И мы сможем его изменить яркость и изменить сам цвет. Тоже изменяем вот светлочками вот здесь, тут. FN M1. Это такое вот мерцание. То есть, и точно так же мы можем изменить цвет и свет. Так, и следующий вот, смотрите. WACD. Это такой гейминский вариант подсветки. Следующий вот. Переливание. То есть, вот такая вот. Все цвета радуги идут. Следующий момент. После нажатия у нас загораются. Ну вот, клавиши мы нажимаем. И они у нас какое-то время горят. Как видите, FN. Ну и дальше вот такой вот очень интересный момент. И мы можем его замедлять. Можем ускорять. И либо же даже вот изменять продолжительность. Вот, видите. Цвет FN и DEL. Это вот мы меняем этот цвет. Ну, на самом деле для глаз не очень честно скажу, что напрягает глаза. Дальше вот такой вот вариант исполнения. Ну, то есть, такая вот лесенка. Тоже, ну, больше ради фана, можно так сказать. И вот еще вот. Это типа брызги, так называемые. То есть, раз и как круги на воде. Они разбегаются. И последний момент. Это вот, видите. Несколько клавиш рядом. Они зажигаются и светятся. Ну и дальше вот. И последнее. Типа радуги. Тоже мы можем увеличить скорость. Вот. FN и вправо увеличиваем скорость. И FN и DEL меняем направление движения. Ну, честно скажу, работать, конечно, это вырви глаз. Просто ради фана. Очень интересно. На самом деле, самый ЦИМИ сработает вот так вот. То есть, это красный. И FN DEL мы нажимаем. Я выбираю обычно вот такой вот цвет. Зеленый. Он на самом деле самый приятный. Глаза вообще не устают. Ну, каждый может, в принципе, для себя выбрать любой цвет. Ну, вот этот на самом деле самый приятный цвет для работы. Самый приятный цвет для глаз. Отлично видно клавиатуру. Ну, как видите, что если английский шрифт подсвечивается, то русская гравировка уже нет. Но благодаря тому, что, в принципе, яркая подсветка идет, поэтому можно подсмотреть. Ну, и стимул выучить всю раскладку клавиатуры у нас присутствует. Честно, клавиатурой я доволен. Я же говорю, что, в принципе, я бы ее не заменял. Вот еще одна приехала сверху. Она мне очень нравится. На самом деле, по сравнению со всеми даже Hewlett'ами и прочими, и же с ними, довольно мне нравится. Потому что банально, что, во-первых, очень точное позиционирование всех клавиш. То есть, ты слышишь, что ты нажал, что ты не нажал. То есть, если при наборе текста, очень классно. Второй момент, что можно подобрать под себя. То есть, красное, зеленое, синее. Можно в темноте работать. Но другой момент, что, действительно, вот здесь, вот если вы не знаете там клавиатуру на полную, лучше брать, конечно, уже отдельно клавиатуру. Потому что этот был комплект с мышкой. Ну, мышка, честно, как бы сказать, мне вроде и понравилась, но, с другой стороны, вроде и не понравилась. Я ее забрал на работу, а использую беспроводную. Потому что мне банально важно вот это вот колесико, на которое я повесил, копировать, вставить. Ну, мне так надо. Клавиатуру, в принципе, я могу рекомендовать к покупке. Потому что она, во-первых, недорогая. Во-вторых, она долговечная. То есть, я же говорю, что у меня полтора года, вообще никаких проблем с ней нет. А в-третьих, она подойдет как-то к геймерам, как-то к копирайтерам. Не знаю, вот честно, мне она очень нравится. Как в качестве позиционирования всех этих клавиш, удобство и подсветки. Ну да, подсветка не последнюю роль здесь играет. Поэтому, не знаю, смотрите сами, задавайте свои вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok